как тяжело на свете терять родных людей ох ничем уж не заменишь родительских корней когда наш папа умер так было тяжело и боль душе осталось хоть много лет прошло добрый вечер мои родные добрый вечер дамы и господа в первую очередь хочу извиниться за то что не смогла прилететь но знайте сердцем и душой я с вами я с вами мои родные мои дорогие воспоминания память о моем благородным прекраснейшим отце хочу начать с того что человек это высшее создание на земле если мир освещается солнцем то человек прежде всего его делами и поступками и это с гордостью я могу сказать о нашем добром славном папочке наш мудрый красивый благородный папа в 19 лет получил высшее образование по специальности химии биолог я помню эти счастливые дни где я маленькая девочка ходила к нему на работу с большим вниманием и радостью слушала как папочка преподает а я сидя гордилась что только у меня такой красивый и умный папа и еще помню папа любили все без исключения за его чуткость и внимание за его профессионализм и нравственную чистоту за готовность оказать бескорыстную помощь ближнему и чужим папа всегда отличался оптимизмом развитым чувством юмора папа почитал родителей и очень очень любил семью папа очень любил нас и воспитал нас достойных сыновей и достойную дочь мы с гордостью несём имя гулькаровых к великому сожалению папа не успел пожать плоды и не участвовать в воспитании своих внуков а как он об этом мечтал образ отца его поступки советы сопровождают нас всю жизнь мы постоянно чувствуем его образы рядом с собой сверяем жизненные поступки с его указаниями в нас течет его кровь работают его гены часть его души не могу оставить без внимания нашу дорогую любимую мамочку после смерти папы полностью посвятила себя детям наша дорогая мамочка поставила всех на ноги и помогала каждому создать семью ради нас и внуков жертвуя своей личной жизнью оставаясь с тобой не помышляя о замужестве продолжает и по не поныне оказывать детям внукам правнукам по сильную помощь к сожалению судьба нас раскидала двое из моих братьев и я мы живем в соединенных штатах америки а трое живут с мамой в израиле горжусь своими братьями их женами их детьми каждый без исключения несет имя гулькаровых с достоинством большому несчастью и неутешному горю наш пенеменчик неожиданно 1998 году скончался оставив прекрасную молодую жену и троих детей время бежит и вот уже 40 лет как нету нашего папочки и уже 17 лет как нету нашего беременчик а к сожалению этих два прекраснейших человека даже могу назвать их две звезды светят ярко над нами и нету их с нами и не важно сколько лет пройдет и сколько еще пойдет мы всегда будем мы всегда будем хранить их в нашей памяти мы гордимся нашим отцом мы гордимся нашим бенеменчиком мы склоняем наши головы перед вечной памятью вашей и так будет всегда пока мы все живы светлая память папе и нашему бенеменчику я попрошу всех встать и дать дань памяти папе и бенеминутой молчания я благодарю вас спасибо и хочу закончить красивыми стихами посвященной папе и пене папа и братик ты мой наш дорогой лишь мы там а мы все здесь идут года уже и внуки и правнуки вырастают без вас не лечит время от разлуки и в наших душах ваша звезда пусть земля вам будет прахом вечная память дорогие родные дорогие гости хотелось бы прочитать воспоминание об отце от нины гулькаровой лос-анджелес соединенные штаты америки воспоминания человеке который невольно оставил свой замечательный след в моей биографии это было в бухаре 1966 году я будучи молодой мамы со своей дочерью которая на тот момент было меньше двух лет попала бухару из ташкента после сильного землетрясения по гарантийному письму на три года пока ташкент будет способен обеспечить квартирами всех пострадавших все мои родственники по линии матери и отца жившие тогда в бухаре откликнулись помочь мне самой большой значимой для меня целью было устроиться на работу учителя математики в школу был уже конец августа а известно что 1 сентября начинается занятие в школе на мою просьбу по трудоустройству город на бухаре ответила коротко мест нет тогда мой покойный отец посоветовал обратиться к своему племяннику якову моему двоюродному брату зная его как человека очень душевного уважаемый яков работавшие завучем бухарского кооперативного техникума немедленно пошел вместе со мной в гора но и на другой день я была на работе более того он перевел своего старшего сына который в то время учился девятом классе в эту школу мой двоюродный брат несмотря на занятость держал меня поле зрения интересовался у сына все ли в порядке постоянно приглашал вместе со своей замечательной женой на шаббаты эти шаббаты нельзя забыть стол наполнен явствами приготовленным прекрасными руками уважаемые тюдоры в кругу всех детей которые вместе с отцом читали шаббатные молитвы и пели песни посвященные этому как же это горы горе сна когда такие люди как яков исакович гулькаров не доживают до старости не додав сполна любви своей семьи не успев принять участие во взрослении и воспитании детей он был для своей семьи как солнышко высокий красавец умница образованный чувством юмора память о нем как и прекрасном человеке не сотрется не только из моей памяти современным людям есть чему поучиться у таких людей как яков гулькаров вечная ему память спасибо